Здравствуйте, меня зовут Самуленка Наталья. Я сегодня тему обработки срезов и препаратов, которыми мы их замазываем. На канале есть видео на эту тему, но оно давнее, и несмотря на то, что я там аж на два года моложе, мне оно не очень нравится. Не нравится лишь по одной причине. Я не смогла найти достаточно убедительных слов, чтобы донести, зачем, когда и как мы с вами замазываем раны. Поэтому, с вашего позволения, я еще раз затрону эту тему. Начну с лирического отступления. У меня отличная мама, но у нее по жизни есть один пунктик. Она патологически боится всевозможных инфекций. И, как следствие, малейшая ранка или царапина должна быть продезинфицирована. И ничем иным, а исключительно зеленкой. При этом, как вы понимаете, спорить бесполезно. Если мы с папой с покорностью не отдавали себя на эту экзекуцию, то возмездие настигало нас во время сна. Мы все равно просыпались вымазанной зеленкой. Это не страшно. Если тебе 3, 5 или 7 лет, а если 15. Или ты офицер в генеральном штабе. В общем, как вы понимаете, с возрастом у меня появился тоже свой маленький перекос. Но уже в другую сторону. Я совсем не обрабатываю свои раны. Вот так и в садоводстве. Всегда есть две диаметрально противоположные теории. Две правды. Но и истина всегда где-то посередине. Поэтому давайте с самого начала и по порядку. Зачем мы замазываем раны? Ответ напрашивается сам с собой. Мы боимся, что через срез проникнет инфекция. А это может привести к всевозможным гнелям и болезням. Так? Вроде бы да. Тогда давайте ответим на следующий вопрос. Вероятность проникновения инфекции больше через маленький срез или большой? Конечно, через большой. Чем больше площадь поражения, тем шире и открыты ворота для проникновения инфекции. Особенно, если срез свежий. И еще вдобавок кровоточит. Или, правильно сказать, сокотечет. Что из этого следует? Из этого следует, что маленькие раны, то есть срезы, которые мы можем сделать секатором, можно и не замазывать. Вероятность того, что споры патогенных грибков или бактерий попадут именно через маленькую ранку, крайне мала. А вот если вы срезали большую ветку, то, наверное, имеет смысл чем-то замазать рану. Особенно, если срез был сделан, когда вегетация уже началась. Немного другая ситуация с хвойными. У них, как правило, срезы мы вообще ничем не замазываем. Сосна или ель сама в состоянии справиться с проблемой. Моментально начинается смолотечение. И рана в считанные часы покрывается толстым слоем смолы, который не преодолеть даже самым коварным грибкам. Поэтому пугаться смолотечения у хвойных не надо. Скорее наоборот. Если срез или рана не затягивается смолой, это должно вас насторожить. Это говорит о том, что растению настолько плохо, что сил не хватает ни на что. В этом случае неплохо бы срез замазать. Теперь следующий вопрос. Чем? Не хочется повторяться, так как мое мнение о замазках за это время не изменилось. Поэтому, с вашего позволения, я дам слово само себе. Но два года назад. А после этой небольшой вставочки мы с вами вместе подведем итоги. Теперь давайте поговорим на самом деле о самих садовых варах. Существует с вами достаточно несколько кондиций. Первый – это зарубежный, делают его, если не ошибаюсь, немцы. Так называемый лак-бальзам. Классический что-то вроде садового вара. Он чем-то похож на воск, воскообразный. И так называемый ранет. То есть три разных категории. Ну, начнем на самом деле с классического садового вара, потому что именно его негативные последствия я замечаю тотально на всех участках. Если внимательно прочитать инструкцию, то можно увидеть, что написано, что этим садовым варом пользуется... Сначала его нужно растопить на горячей бане. То есть в жидком, теплом состоянии. Теперь скажите, пожалуйста, кто из вас это делал? У нас почему-то вообще не принято читать инструкции. Мы открываем его. Он нам же жалкое растение. И достаточно большим жирным слоем с вами его замазываем. Вот именно под таким гигантским слоем и образуется благоприятная среда для грибов. У нас с вами он то нагревается, то остывает. Проходит года, вар никуда не девается. А после этого мы либо убираем ветку, либо, в принципе, срубаем дерево, если это какое-то большое дупло. Вот. Ветвь чудесная была срезана. И, естественно, по старой привычке замазана садовым варом. Причем ему явно гораздо больше трех лет. Он не поменял своей структуры. И при этом дерево так и не заросло. Ветвь пришлось полностью удалить. Потому что вот это все. Действие садового вара. Вы посмотрите, какая внутри гниль. Какая трещина от накопления воды. Вот это все сухое. Вот это все. Вот она, шкура, которая даже не подумала зарастать. Соответственно, минус ветка. Давайте так. Такой большой слой, в принципе, не нужен. Если уж вы замазываете, ну, во-первых, опять же, да, наносится он в теплом виде, а это немножко не очень удобно. Не всегда есть условия и возможность его замазать. В любом случае замазывается он крайне-крайне тонким слоем. Буквально слегка. В этом случае можно сказать, что он, наверное, все-таки защитит растение. И то, если честно, я не очень в восторге от вот такой вот кондиции садового вара. Следующее средство – это Ранат. Если честно, оно мне нравится. Нравится, потому что его действительно не надо разогревать. Производитель заявляет, что здесь есть медный купорос, антисепсик, что есть некое вещество, которое стимулирует зарастание ран. И, ну, насчет, по поводу того, что стимулирует зарастание ран, это очень большой вопрос. Но на самом деле, так как его можно использовать в холодном состоянии, мы все-таки очень редко с вами читаем инструкции, вот, я могу сказать, что я пока что не видела ни одного случая, когда растение пострадало бы от использования ранета. Я знаю, что у некоторых коллег есть претензии к нему, что он очень быстро смывается водой, но я думаю, что свою функцию он в этот момент уже как бы выполняет, потому что все-таки мы закрываем свежую древесину, для того, чтобы туда не попала инфекция. И я нахожу даже больше плюсов, нежели минусы, что он со временем смывается. Кисточки, ну, к сожалению, кисточки у меня нету, но у меня есть средство круче, у меня есть зубная щетка. Мы достаточно тонко с вами наносим это средство. Я не сталкивалась с тем, чтобы у меня смывали срезы. Вот, выглядит это примерно так, когда он застывает, он становится такого не очень эстетичного цвета, на самом деле, такого цвета асфальта. На участок заходишь, понимаешь, люди использовали ранет. Но, опять же, я не знаю еще пока ни одного случая, когда ранет бы принес негативные последствия растения. От воскообразного садового вара я наблюдаю их просто тысячами и сотнями. Из двух зол мы выбираем меньше. Ну и третье средство – это немецкое средство, да, как я уже сказала, это некий лак-бальзам. Если мы зайдем на сайт производителя или почитаем инструкцию, написано о том, что мы наносим его тонким слоем, ключевое слово, тонким слоем и наносим не только на сердцевину, но и где-то с разбегом 2 сантиметра за края раны. Вот здесь немножко не соглашусь. В основном, если мы его используем, мы очень удобно наносится. Это своего рода, на самом деле, такая жидкая резина. Мы наносим непосредственно на оголенную древесину, не затрагивая края, все-таки давая возможность растению создать валик. Наносится очень удобно. Здесь некая кисточка тонким слоем. Через какое-то время, на самом деле, он растрескивается и отваливается, но к этому моменту он выполняет свою функцию. Я не могу сказать, что это идеальное средство, честно. Если залезть, опять же, на форумы и погулять по просторам интернета и посмотреть, что пишут голландские, немецкие садоводы, то можно найти, что на самом деле они предъявляют к ним ровно все те же самые претензии, что мы предъявляем к своим отечественным садовым варам. На сегодняшний момент он действительно наносит наименьшее количество вреда. Чем он хорош? Он достаточно плотно прилипает к древесине, поэтому гниение под ним не образуется. Если вы, конечно, на одну небольшую ранку выдавите весь тюбик, то, в общем-то, обратный эффект у нас с вами будет. А вот теперь давайте подведем итоги. Нужно ли замазывать большие срезы? Да. У растений, конечно, существует множество защитных механизмов, которые способны противостоять патогенным грибкам или вредителям. Но помочь растению не помешает. Хотя бы потому, что мы не всегда делаем правильные срезы. И после нашей обрезки растение зализывает раны еще очень долго. И вокруг нашего участка не самая идеальная среда. Соседний участок заброшен, в ближайшем лесу последние лет 30 не было санитарной рубки. Как-то так. Только всегда не забывайте включать голову. Вар, лак-бальзам или просто краска – это что-то вроде защитного крема. Вы же не выдавливаете на руки сразу весь тюбик крема. Правда ведь? Так почему вы так делаете с деревьями? В чем разница? Не хотите пользоваться всевозможными замазками? Не надо. Тогда весной совместите обрезку сада с обработкой медным купоросом. Эффект будет тот же. В некоторых случаях может быть даже лучше. Почему? Ответ прост. Как часто вы дезинфицируете свой инструмент? Никогда? Раз в сезон? Каждый день? После обрезки каждого растения? Конечно нет. И мы вроде бы специалисты и знающие люди. Но также забываем об этом. Что уж говорить об обычных садоводах. А в итоге? Ни ветер, ни переносчики заболеваний насекомые, ни погода не наносят столько вреда, сколько мы грязным инструментом. Поэтому я все больше склоняюсь к тому, что обработка фунгицидом после обрезки – это великая вещь. Есть еще одно средство. Мы пока его еще не опробовали. Но несмотря на стоимость, наверное, купим его ради эксперимента. Это секатор с уже опрыскивателем. К секатору прикреплен шланг с маленьким баллончиком. Таким образом получается, что инструмент и срез сразу дезинфицируются. Пока это выпускает только фирма «Фелка». И стоимость, честно, не очень радует. Но, возможно, среди наших зрителей есть умельцы-инженеры, которые смогут удешевить эту модель. И тогда множество проблем в саду будет решено само собой. А пока все. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч!